Райз, то есть три румынских игрока, за них еще будет также играть Милан, из состава Elements Pro Gaming, если вы знаете такого серпа, если не ошибаюсь, или Хорват, не помню точно, и Зекун, игрок из Израиля, со старого состава Кайпик, как раз таки тоже. В общем, такой состав, понятное дело, что он может быть не настолько сильный в сравнении с Team Liquid, но, тем не менее, в таком формате у них, безусловно, шансы имеются. Ну, не забываем прекрасно, что Team Liquid сейчас тоже находится на некотором спаде, команда вот только-только неудачно выступила, откровенно говоря, неудачно выступила на квалификациях на бостонский мейджор, ребята заняли там третье место, напомню, что только первых два места позволило бы, первых два места только отправляются на непосредственно Лан в Бостон. А Team Liquid остаются дома. Кроки, Меракл, их тиммейты все. Неприятно, что поделать. Такой формат. Ну что, четвертый пик мы с вами ожидаем. Конечно, интересно будет посмотреть, каков этот андерлорд. Андерлорда, ну, из того, что я когда-то в папочках замечал, все-таки довольно успешно ставят на какие-то корр роли, не в качестве суппорта его используют, а используют в качестве, например, мидера или в качестве оффлейнера. Признаюсь честно, опыта игры на этом персонаже у меня нет, соответственно, комментируя только профессиональную доту сцену, я этого героя толком не знаю, прочувствовать его не успел. Мои знания о нем заканчиваются где-то со времен еще первой доты, когда перемещались с первой дотой во вторую. Тогда он назывался еще Питлорд, а не Андерлорд. Ну, придется, придется вместе с вами этого героя встретить, что называется, осмыслить, привыкнуть к нему и так далее, разобраться, что он может, что он не может. Баунтихантер от Team Liquid и Акс, пиком четвертым, заходят для Кайпи. Забанили Варлока. Ну и ждем, ждем последний бан от Кайпи. Ну, пик у Кайпи, конечно, выглядит более чем стандартный, то есть мы с вами увидим и оффлейн Акса, и Керри Джекернаут, скорее всего, и Скаймага. В качестве суппорта Сэн Кинг там может быть каким-то семи суппортом в лес, например, или тоже может пойти на одну из кор позиций. Ну, например, я не знаю, там поставить против Магнуса условного Джаггера или Акса Сэн Кинга на оффлейн, например. Такие варианты. Может Сэн Кинг против Магнуса в мид пойти запросто. Сэн Кинг сейчас очень силен. Так что, пик, скажем так, у Кайпи выглядит чуть-чуть попроще. Ну, вот у Liquid, конечно, Underlord, все это под Магнуса, это немного нестандартно. Непривычно, скажем так, зрительскому глаз, особенно тот, который был намечен все-таки на просмотр Кэптенс Мода. Минус Медуза. Эти герои, которые в левом столбике, этих персонажей мы уже с вами не увидим в этой серии, в этом матче сегодня. Но, возможно, они появятся в противостоянии УДЖей Эскейп Кемпинг. Кто знает. Ну, что, пик, пятый Кайпи. Надо, по идее, показывать себе еще одного субпорта. Ну, опять же, если это не Сэн Кинг в лес. Так-то, конечно, 3 милишника Кора выглядят не очень круто, я думаю. Кто его знает, там ведь тоже есть 3 мили персонажа. Хотя Underlord таким милишником жестким считать, наверное, нельзя. У него такие довольно прикольные обилки, которые, кажется, стоят с большой дистанцией. Ну, опять-таки, с относительно большой дистанцией. Сэн Кинг вот примерно такого же формата. В плане того, что раскастовывает где-то в стороне. Полетает и так далее. Посмотрим, Ласт Пик. Эмбер Спирит появляется. Ну, что ж, все-таки Сэн Кинга нам нужно будет отправить в лес или акса. Все же, опять же, тут есть еще определенные вопросы. Ну, и Рики Ласт Пик от Team Liquid. Ну, вот такой вот драфт у нас получился, дорогие друзья. Сейчас, по идее, у нас должно будет загрузиться лобби. И мы непосредственно приступим к посмотру этой карты. Ну, что ж, с первого драфта, с первых пиков, с первой карты у нас очень интересный расклад. У нас появляется новый персонаж, у нас появляются не совсем стандартные герои. Давно ли вы видели вообще в одном пике Баунти Хантера и Рики Мару? Ну, в одном драфте. Два инвизера, два героя четвертой позиции, которые... Ну, зачастую мы с вами видим порознь, да, либо в противоположных командах, либо все-таки выбирают, либо БХ, либо Рики. Что-то другое все-таки, какими-то дастами и сэндриками контрятся. Ну, вот Liquid решили иначе. Ну, надо тоже понимать, что, конечно, Кайпи, будучи командой, которая сформировалась только фактически на этот турнир, и Liquid, даже несмотря на их провал там в прошедших квалификациях, все равно, конечно, разница между этими коллективами, она колоссальна. Я думаю, там две головы разница. В одну, как минимум, точно. Очевидно, что, конечно, даже при таких пиках у Кайпи, возможно, будет шансов просто поменьше, только за счет того, что противник играет, ну, в командную доту чуть получше. Но все может произойти, абсолютно все может произойти. Я, конечно, напомню, что этот турнир проводится от наших партнеров Mundag TV, соответственно, да, ребятки уже второй сезон проводят, турнир очень интересный. 20 тысяч долларов, между прочим, еще и призовый фонд разыгрывается. Ну и топовые европейские коллективы непосредственно принимают участие в этом турнире, не только европейские, еще и американские. ЕГЭ-комплексы те же самые. Так что всем интересен этот формат. На этом формате, в этом турнире можно реально просто отдохнуть, можно получить какое-то удовольствие от игр и, соответственно, заработать еще немного денег. Ну и для зрителей, я думаю, тоже это очень интересное событие. Определенное новшество в мире профессиональной доты. И, конечно же, хочется, чтобы таких вот турниров, таких модов было побольше. А когда-то проводился Кэптэнс Драфт, вы помните, да, одно время. Был такой тоже замечательный турнир, где играли на CD-моде. Был вариант. Ну и, соответственно, вот потом Кэптэнс Драфт перерос в этот вот Elimination Mod. Тоже, кстати говоря, довольно интересно. Ну вот я сегодня вижу, что у Ликвид есть, судя по всему, какая-то замена или какой-то стендин. Я сейчас вместе с вами попытаюсь разобраться. Да, вот героев ребята разбирают. Так вот, как вы видите, у Ликвидов есть какой-то стендин. J.H.Gott. Я, честно признаюсь, не знаю, кто это. Возможно, это, конечно, Бульба под фейком, но сомневаюсь. Я, если бы это был Бульба, все-таки он, наверное, написал бы свой никнейм. Он не стал бы прятаться за какими-то фейками. Поэтому есть подозрение, что Ликвиды сегодня играют со стендином. Ну и вообще, если вы слышали, проходила какая-то такая новость, проскарзил. Я бы даже сказал, что как-то вот после провальных квалификаций Бульба состав хотел покинуть. Вот. Была такая инфа, такая утка, да, своеобразная. Не знаю, правда это или нет. Еще официальной информации не было. Официального анонса тоже. Поэтому, ну, в общем-то, можно 2 плюс 2 сложить довольно спокойно, да, то есть. Сообщение от Бульбы, что скорее состав развалится, скорее всего, просто он состав покинет. И то, что сегодня Бульба непосредственно в игре нет. Ну, как я уже сказал, у Капи с этим проблем побольше будет. У них тут больше стендинов, у них ворованные игроки, там, с элементцев от Милан. Подошел на помощь. И райзовернули, хотя он сейчас, по идее, не играет. Приготовьтесь к битве. Секундочку, друзья, буквально маленькую секундочку. Я быстренько настройки свои поправлю, чтобы на камеру там не двигается. Так, неудобно дотку комментирует, к сожалению. Почему-то у меня все меняется. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Да, надеюсь, вот так будет попроще. Так. Первая кровь. Все, должен нам вернуть картинку и там смотреть. Да, тут уже ферзбат был сделан. Простите, пожалуйста, потому что иначе работать было невозможно. Кто нас там, кого убил? Эмбер спирит убивает Рикки Мору. Ну, окей, здорово. Ну, судя по тому, что покупаются дасты, покупаются сентри, соответственно, игра идет непосредственно против инвизеров, но и так и должно быть. Я тут даже и не сомневался, что так оно и произойдет, что огромное количество сентри даст в течение первых, там, нескольких минут игры будут приобретаться. Ну, а, походу, дело будет еще куплен какой-то гем. Ну, что ж, вот такой формат. Давайте посмотрим, кто на ком катает. Куроки сыграет на суппорт Рубики Миракл. Миракл. Точно, да. Надо не путать Миракла, который у нас в всей регионе играет. Семенески и Миракл, который катает здесь Тимликот. Сыграет он на Рикимару. Драк у нас начинает с КВМ на Сенкин. Начинает убивать Куроки. Куроки большие проблемы. Куроки дал перед своей смерть в Телекинес. Пытается КВМ в ответ забрать. КВМ мансит. КВМ пытался спастись за счет цапога, но... Немного замешкался в лесах и, в итоге, подставился. Вот этого тоже забрали. Матубо Мэн сыграет на Баунти Хантере. Ну, тут, я так понимаю, Керри. Нет, ну, не прятает Керри Баунти Хантере. Скорее всего, Керри Кемару. Матубо Мэн на Суппорте сыграет. Ну, такое практиковали Тимликот на квалификациях, да? То есть, Матубо Мэн смещался на позицию пятую-четвертую. Опять-таки, бывает мерку. Постандартная ситуация. Дасты, дасты, сэнтри и сливаем нон-стоп инвизеров на одной линии. К чему очень удобно, да? Вы приходите с одним сэнтри, например, на нижнюю линию, а тут два инвизера стоят. Инвизный Баунти Хантер и Инвизный Рикки Мару. Вы просто ставите один сэнтри и этим одним сэнтри вы ее законтрили. Окей, хорошо. Ну, Милан сыграет на SkyMagic. Давайте продолжим представление игроков. Что в миде у нас? В миде, ну, тот самый J.H.Gott. Не знаю, кто это, какой-то игрок. Сыграет на Магнусе. SE, это, по-моему, The Koon. Израильский игрок IP бывший. Ну, опять-таки, назвал себя SE. Будем называть его SE. Сыграет на Джекернауте. Ну, и на верхней линии тут Майн Контрол на Оффлейн Андерлорде. Сыграет против... Ну, тоже, не знаю, 33-й, кто там скрывается под этим никнеймом. Ребятки не стали заморачиваться тем, чтобы ставить свои оригинальные никнеймы в Кайпе. Поэтому сложно, достаточно понять, кто из кто. Ну, снизу, я так понимаю, самая интересная линия будет. Хотя сверху мне тоже было интересно посмотреть, как Майн Контрол играет на Андерлорде. Фаершторм уже прокачал, ауру тоже взял. Ну, вот да. То есть, Оффлейн Андерлорд это то, что сейчас активно используется. В паблик играх. Ну, где-то там, на моем реддике, на котором я видел. Парочку раз заходил этот Андерлорд. Не сказать, чтобы он был супер успешным. Но просто, может быть, еще не все научились грамотно исполнять этот персонаж. Ну, кстати говоря, вот сейчас это прямой гайд. Для тех, кто хочет научиться играть на этом герое, вы можете благополучно смотреть, например, через Дота ТВ, включив камеру от игрока Майн Контрол и просто посмотреть, как он играет на этот персонаж, что делает. Кстати говоря, в Дота ТВ можете абсолютно бесплатно смотреть матчи. Турнир там называется Captain's Draft. То есть, это по старому билету. Покупать новый билет не нужно. И там можете глядеть за играми Elimination Mode. Опять же, если информация мне не подходит. Ну что ж, снизу довольно интересное противостояние. Но продолжается в целом есть определенные проблемы у Team Liquid. Меркель, две смерти уже, семь крипов всего лишь. Ну и хорошо, что Матабу Майн Титки сваливается этой линии. Ну, делать там нечего. Откровенно говоря, два милишника, два героя, которые, ну, фактически полезны только за счет того, что у них есть инвиз, потому что ты внезапен, ты можешь со спины зайти кого-то подрезать, внезапную атаку организовать на противника. Когда эта внезапность контрится одним сентриком, ну, уже герой не смотрится так жестко и так красочно. Поэтому Матабу Майн через мид пошел на верхнюю линию. Здесь попытается помешать Аксу. Ну, откровенно говоря, конечно, и против Акса Баунтихантер мало что делает. Ровно так же, как и Рикимару. Я думаю, даже Акс в какой-то мере доволен тем, что вот пришел кто-то. Вот, смотрите. Матабу Майн не успел два удара сделать, уже два раза прокрутился здесь Акс. Хотя вот сейчас с помощью Андерлорда можно попытаться забрать. Фаршторм прошли. Ну, выживает здесь Акс. Ну, хорошо. Это довольно опасно. То есть, несмотря на то, что вот вроде Баг считается таким довольно толстым героем, все же Андерлорда там неплохо пробивает. За счет своих способностей, за счет ауры. Дэмэдж набирается, мы видим, за счет пассивки. Отлично. Уже порядка ста дэмэджа есть в ноффлейне. Ну, он приятно, на первую минуту. Так, в очередной раз цепляют Меркла. Это должна быть смерть. Там, Меркл здесь падает. Там где-то еще и днается Баунти Хантер от нейтральных клипов. Но, вы знаете, Капи здесь пока смотрится очень хорошо. Я же, правда, не знаю, значит, чего будут выигрывать Ликвиды. Вообще, конечно, я знаю. Есть у меня теория в том, что они пытаются разыграть это самое комбо в виде Эмпауэра на Рикемару. Плюс Магнус, который ворвет сюда даст РП по всем. Стратегия хорошая. Стратегия довольно такая древняя. Но, тем не менее, даже в самых отвратительных ситуациях, когда вы полностью сливаете стадию лейнинга, стадию мидгейма, всегда есть надежда на то, что вы, ну, используя грамотное одной реверс-полярити, поубиваете оппонента. Значит, опять-таки, атака пошла на Меркл. Меркл довольно отчаянно идет вперед и подставляется в очередной раз. Пытается как-то спасти себя. Ну, на нем висит даст. Тут дебаф не даст ему никуда уйти. Погибает. Ну, и, конечно, Курокки, если ничем не поможет, Курокки сам получает под лоб. А я очередной минус. Ну, тотальная доминация на сложной линии, стороны Кайпи. Против такой триплы, конечно, Дабло и Рикемару плюс Рубик особо не постоишь. Просто очень больно. Очень и очень больно. Ну, главное, чтобы вот это вот создание спейса, например, для Магнуса или для Андерлорда, оно не стало, не переросло в фит на нижней линии. То есть нужно вовремя, я так понимаю, с этой линии уйти или попытаться... Материер спалялись, потому что Шкернаута пытаются взять, проем навалились на него. А еще и у меня слэш есть. И... Да ладно, раскаетели, развеялись, но неплохо сыграно. Действительно очень неплохо. На грани. На самом деле, если лишний удар с у меня слэша пришелся по Магнусу, Магнус просто погиб. Ну, или, опять же, если бы подошел чуть поближе к Баунти Хантеру без ХП. Так же ожидал бы его смерти. Ну, вот здесь все получилось. Довольно грамотно отыграть. Ну и 2-6. Более-менее, более-менее. Опять же заставили стянуться вот на центральный коридор. Сейчас несколько героев кайпе. То есть КВМ пошел гулять по карте. Видим, что и Скаймак тоже здесь под смоками. Соответственно, пока бегают эти вот герои. А относительной безопасности чувствуют и находятся... В общем, Миркл здесь хотя бы крипов сможет поддобивать. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Неплохо. Все неплохо. Вот так. У нас сиренем спину заход на Андерлорда. Возможно, от этих двух кастеров-нюкеров. Скаймак и Сен Кинг. Плюс ко всему еще Акс мажет Агром. Возможно, и так попытаются забрать. Сайленс довольно хороший. Второго уровня прокачки уже. Андерлорд. Попытался уйти за счет своего ультимейта. Не ушел. Перерубил его Акс на две части. Хороший каток. Но вот отлично двигаются пока Сен Кинг и Скаймак. Мидия. Возможно, будет атака. Хорошо. Бон Севен с Инвиза. Подвязал Магнуса. Есть фейдбол. Бон Севен идет до конца. Хоть в твоих драться вообще ничего не боится. Ну да, там нужно выигрывать время, потому что Сен Кинг уже рядом. Сен Кинг сейчас подкопает. Есть телекинез. Сен Кинг должен подкапывать Магнуса. Да, но тут вообще без шанса. Просто разваливают. Эти кайпи. Жестко. Это жестко. Реально очень жестко. Ну ладно. Надежда то, что в мирках что-то выформит. Все-таки не забываем, что парни около 9к рейтинга и на любом типе героев, да, то есть на Кире, на Семи-Суппорт, он должен носить свои шмотки, должен делать какие-то полезные вещи. Начало было труд, начало его загнобили, но ничего страшного. Как мы знаем, на, там, скажем, стадии мидгейма, фраги в Верлигейме, они не ошиблись, но как-то сказываются. Опять-таки, подойдет же гернат, но успел дать он Баттлфьюри. Блэйдфьюри, конечно же. И в итоге дэмэдж после реверсполярити фактически его не трогал, там не было каких-то нюков, нюки бы не прошли. А сурки бьет, пока Магнус не так сильно. Он ходит под импавером, но видим, что под импавером у него там всего лишь 90 дэмэдж сурки. Не так много. Да, ну в общем, теперь РП ушло в никуда, конечно, Магнусу желательно приобретать все до какой-то блинк-даги, чтобы хватать не только одного Джаггера, но и кого-то еще. Ну и все же вот отсутствие как такового дизейблана Джаггера тоже очень сильно сказывается. То есть фактически есть реверсполярити и телекинез. Но зачастую Джаггер просто успевает поражать одну кнопку, Blade Fury, которая кастуется без какой-либо анимации. И поэтому, ну скажем так, из дизейбла выпустить не получается. Те говоря, очень неплохо мог помочь здесь Рикимару, если бы подошел в смокскрин, здесь штука достойная. Ну вот, кстати говоря, попытка опять-таки убить Джаггера. Джаггер уже откатился, он не слэш, он еще и на хосте. А снизу в очередной раз умирают герои. Но Мир пытается спрятаться, его здесь не видно. Несмотря на даст. Ну и пережил, он-то атаку купил себе ПТ. Ну на девятой минуте хотя бы ПТ имеет, Криклов 32 всего лишь забрал. Ну для сравнения, например, Акс верхнюю строчку. Это показатели занимает, таблички. Идет Джаггер до конца, хочет дать вам не слэш, пытается мансить здесь Магнус, неплохо выходит. Что дальше? Телекинез, Фейдболт пробивает с руки, есть вам не слэш, тратит Джаггер не хочет. Хеликвард ставит. Мажет барьером своим майнд-контрол и по итогу спасаться будет, видимо, Джаггер. Хотя есть Матобо Мэн. Но еще и Блэйдфьюри, как же неприятно. Хеликвард уничтожен, Джаггер уже успел восстановиться. В итоге 200 хп у него лишних. Фраг сделать здесь не удалось. Джаггер огромное количество спейс стоит для своей команды. А тут атака. Продолжается от Тимликвит. Смогскрин ставится. Пытается бить Меракл. Меракл у нас прячется в ультимейт. И да. Атака здесь не прошла. Ну что ж, ответ на могут кайпи, пытаться разобраться с оппонентом. Хотя, конечно, под андерлорд, откровенно говоря, лезть не хочется. У него тут ПТ уже восьмой уровень, весьма неплохой. Обратите внимание на скилл билд, то есть фаршторм. Третье уровни прокачки, аура на третьем уровне и барьер на один. Конечно же, ультимейт. В будущем, конечно, вот с этим ультимейтом можно много чего придумать. Довольно серьезно увеличивает мобильность команды. Усиливает мобильность команды. Особенно встать делает гейман. 5 подкоп, пошел КВМ, идет вместе с Каймагом. Каймаг на развороте получает удар с Блингстрайка от Меракла. Довольно опасно, телекинез. Сузен Кинга есть подкоп по двум героям. Очень быстро справляется с Рикки. Барьер по двум героям, неплохо, можно пытаться пробить. Хватит ли дэмэджи, фейтболт просто не хватает. Мп сейчас улак уроки. И тут килл не сделали. И 11-2 уже. Преимущество уже порядка 4,5 тысяч. По экспириенсу то же самое. И по Нетворсу. Да, Акс, конечно, топ-1. Вижу я его Нетворс. Понимаю, что скоро всем уже должен появиться Блингдаггер. 1700 голды после ВГ и Сапога. Немного пофармить еще верхнюю линию. Появится Блинг, и уже намного проще будет убивать героев. Ну и Майт Контрол. Что же ты будешь собирать на своем Андерлорде? Какой это мбилд идти? Защитный для команды. Через Меканзом какие-то такое вроде практиковалось. Может, это другое? Очень больно. Сэнкин тут еще и Магнуса пробивает. У Магнуса все еще нет Блингдаггера. Матумба Мэн. Довольно опасно. Бегает уровень 4, конечно, уже 6. Матумба Мэн пытается получать экспирент. Он не подставится под случайный Аккор Атакса. Хилинг Вард снести, попытаться смотаться. Слишком большой кулдаун на Шадоу Волк. Тавр, судя по всему, придется отдавать. Верхняя башня сил света разрушена. Да. Перемудрили сами себя. Темлиг. Я не знаю, был ли у них какой-то... Ну, не было желания, скажем так, пикать каких-то нормальных героев. Все-таки в первой карте у вас хороший пул персонажа. И вы можете выбрать что-то такое. Более похожее на метовский пик. Ну, видимо, не заморачивались особо ребята. И решили, что раз фанимся, так фанимся до конца. И поехали. Андерлорд на второй пик. Там двумя последними закрываем Рикимару и Баунти Хантер. И пытаемся выиграть так. Но, конечно, если вдруг таким драфтом Ликвиды переиграют драфт Кайпи, мы уже можем безговорить говорить о том, что насколько сильнее один коллектив другого. Ну, и тут начинаются первые залеты уже Атакса. Через Блинк, Агр. Ультимайн второго уровня, просто перерубаем противника. И очередная так. Сент-Кинг с Каймагом. В мид перетягиваются. Здесь Магнус и Рубик. Джаггернал тоже на месте. С Аквилкой. Может байтите. Перемещаются вниз все-таки здесь. Миракл. Да, смог спал. Тут же просветили. Миракл. Не успел спрятаться в инвест. Получает Саленс. Получает Мистик Флэр. Не погибает. Милан. Не удержим. Напомню, Милан все-таки у нас представлял не европейскую доту в последних квалификациях, представлял на американскую доту. Отобрались они вместе со своим составом, элемент с ProGaming, через Open квалификации. Ну и в общем-то там случилось так, что в общем ребята проиграли. Проиграли квалу. Не смогли выйти даже в плей-офф, по-моему. Пока, судя по всему, элемент с ProGaming, этого состава какой-то перерыв небольшой. Видимо матчей нет официальных. Поэтому Милан решил помочь своим. Когда-то бывшим тиммейтам. Давным-давно. Милан с КВМ катал, я помню. По-моему-то составу, потому что может быть старых кайпы катал. Поэтому, что бы сейчас не покатать. Так. Там довольно слабенький, конечно, нетворс у Сурикимаро. Столько-то, как Вилла будет появляться. Но 2-7 можно взять через РП, через Блинк. Вот это комбо. Санкинг подкапывает. Что дальше? Акс Нардул по двум героям агр. Неплохой. Мистик Флэр пошел точно по Куроке. Куроке ворованным. Вороу-страйком выкапывает Санкинг. И они вместе вот забирают личная микроигра. Что дальше? Дальше пытаются взять еще и Скаймага. Минус 3 делают. Ликвид. Вопрос. А по трекаме или все это дело происходило? Ну вот Шилл 6 был. Матом Бэмэна. Если уж не первый килл, то последние два точно должны быть по трекаме. Да, Баунт Хантер зарабатывает неплохое количество денег. И по итогу это камбэк в исполнении темлика. Вот так вот на ровном месте. Грамотно приняли Эмбер Спирита. Очень быстро его взяли. И остальные уже просто посыпались. По итогу в разнице в 3000 Ликвиды вышли в этом замесе. И 2800 по экспириенсу. Неплохо. Очень достойно. Очень достойно. С таким можно работать. С таким можно играть. Я же думал сейчас пойдет по накатанной. Там очередная там... Порция смертей от Акса. Порция киллов от Акса. И порция смертей, конечно же, от Ликвид. Что слишком уж хорошие персонажи. Хорошие там левела у них и артефакты в начале. Но все не так просто. Подцепили в очередной раз Баунти Хантер. Опять-таки эти Дастеры. Ну невозможно. Просто невозможно. Раз Даст, два Даст. Центри имеется. Ну вот на этих инвизных героев просто масса контроля. Так, Квиллу Миракл собрал. Выходит потихонечку в Драма Фэйн Джонс. На верхней линии пошла попытка убивать Джаггера. Джаггер остается лоу хп. Джаггер. Ну поставил Хеллингварту. У меня слэш давать в них захотел. Думаю, что еще с Хеллингвартом пытается выжить. Но слишком много демоджа от Магмуса было. Он все-таки билл по Депауну. Довольно больно. Ну слушайте, полезные киллы. Убивать персонажей там в четвертом, с третьим Нетворцем. Это всегда приятно. Акса, вырывается по двум героям. Нужен фоллоу. Нужно еще продолжение какое-то от тиммейтов. Неплохо прокрутился. Магмус подтягивается Бон Севен. Ныряет дальше. За Мерку подкоп. Отлично от Куроки. Как же четко он играет с Вороботом Бороу Страйком. Акс, конечно, убивает Куроки. Но в ответ теряются и Эмбер Спирит, и Акс. Подтягивается Скаймак. Но он один слишком поздно сюда подъехал. Сможет ли хоть кого-то взять? Есть Митик Флэйер. Эмбер Спирит под Байбэк. Возвращается на центральный коридор. Пытается убить Матобо Мэн. Матобо Мэн в таверну. Сможет ли выжить Магнус. Но вот большой вопрос, конечно. Блинк у него сбивается. Флэймгарда хорошо работает. Бон Севен и очередной минус. Но вы знаете, с учетом того, что Андерлорд забрал сверху тир 2 Тавер, с учетом того, что Байбэкал с Эмбер Спирит, Ликвиды здесь не в большом минусе. Где-то, может, даже в каком-то плюсе. Потому что... Ну, не знаю, Эмбер Спирит после Байбэка, это уже здорово. Убиваю его сейчас не хочу. Мирикл в этом моменте не погибал. Наконец-то у него появляются хоть какие-то фраги. Купил себе Драма Фэндженс. Хоть поплотнее стал персонаж. Опять-таки сентри ставится прямо сюда. Видно, Мирикл, прекрасно. Телекинез. Куроки подкапывают. Смогскрин пытается подсевить своего суппорта. И... Бобик очень хотел жить, но у него жить не получалось. С Вангварда потягивается Майн-контрол в мид. Тут же ставится Хилингвард. И кайпи здесь будут жить. Ну и плюс к 7-ножин Тавр забирать, конечно. Подлезали чинами. Акс. Пошел лагрить. Сандерлорда. То есть пошел Саллинг. Сейчас на Рикимару. Мириклу нужно выигрывать время просто, чтобы переживать. Накрывает, опять-таки, топором здесь Акс. Но нет. Видимо, это была... Лживая надежда, да? Самый False Promise от Team Liquid. То, что они смогут переживать стукатку. Но слишком уж хорошо все кайп. Прямо слишком все хорошо. Но не забываем, опять-таки, про наличие Магнуса. При наличии вот такого вот Рикимара, который в конечном итоге купит тебе какие-то артефакты на демон. Получит прибавку к урону от Магнуса в виде Эмпаура. И если зайдет, опять же, вот этот вот Магнус хорошо с РП, Рикимара может поубивать людей. Ну, или там под Андерлорда, например, тоже можно такое скомбинировать. В общем, камбэк остается. Да, самая теория идеального заместа здесь работает, так нельзя кстати. Потому что есть потрясающих героев для этого и Тома. Так что Кайпин нужно всегда держать ухо в Астрову. Центральную башню силы. У них преимущество в 10 тысяч, в 20, в 25, в 30 даже. Все равно. Магнус это очень опасно. Рикимара под Эмпауэром это тоже очень опасно. Так, не зацепил Эмпер с перечинами. Дал слайд оф тисц и почему-то не связался. Силы с миром не отдали врагу центральную башню. Вот я жду момент, когда у Кайпи появится гем. Я думаю, что вполне может 33-й, если приобрести. Ну, просто чтобы уже поставить жирную точку на игре. На Томбо Мэна и Миракл. Пытается Скаймага взять, очень быстро Скаймага разбирает. Поднялся он на хайкран, поставил в центре, под телекин и споставился. Так, а тут Миракл. КВМ и видно. Получает трек. По трекам умирать нельзя. Выкапывает Рикимара. Тут же Акс агрит. Большие проблемы у Миракла могут быть, если будет какое-то продолжение. Продолжения нет. Но вы знаете, вчетвером сейчас Кайпи. Они, конечно, отступают. Получают спину треки. Очень хороший мувспид сейчас у Тимликвит. Стараются не отпустить Акса. Если где-то грамотно подтянется сейчас Магнус. Появляется пока лишь только Андерлорд. Магнус тоже рядышком. Должен влететь. Синкинг подкапывает удачно. Что пытался вставать в спеццентр. Сбери с помощью смок-скрина. Он там Эбер спирит. Шикарно. Есть. Реверсполярить. Ну что ж. Кто будет носить урон? По идее, должен на Рикимару. Пока остается Магнус 1. Вот он, Рикки. Спринг-страйк. Пытает взять КВМ. КВМ на развороте. Может подкопать. Смок-скрин мешает. Хороший подкоп по Магнусу. Магнус нужно пытаться осцепить. Магнус. Живет. Довольно неплохо живет. Проблем нет. КВМ пытается ныкаться. Блин, через секунду не спасается здесь. Систинг. Но будет быстрее атаки. Моя работа. Неплохо. Неплохо темлик. Реально неплохо. То есть, поначалу, казалось бы, что все провал. Очень быстро погибали герои. Под агро Макса там. Систинг-страйк неплохо входил. Но в конечном итоге Рикимару вместе с Андерлордом побегали. Уничтожали оппонент. И опять-таки. Немного, помаленько, но Меркл начинает набирать оборот. Начинает покупать себе какие-то уже более-менее дорогостоящие артефакты. То есть, появляется рецепт на яшу. Появляется Блэд Фалакрити. Купите Сейнджин. Я уже даже не знаю. Может быть, Монтл Стайл какой-то себе возьмет, чтобы Скайбаковский Сален сбрасывать. Ой, какой скан. Час шикарный был от Кайпи. Они просто увидели. Тут смог атаку от Тим Ликвид. Точнее, даже не увидели. Они смог атаку. Они знают, что там есть персонажи, которые перебегают до пространства. Значит, надо их опасаться. Бежаться аккуратнее. Обратим внимание на хороший вардинг стороны Тим Ликвид. То есть, вот стоит вард, который очень многое видит. Здесь вард стоит в чужом лесу. Еще один вард. Поставили вот здесь вард. Это очень важно. Будучи командой, которая все-таки играет вторым номером, отчасти все-таки в роли отстающей, ставить именно агрессивный вард в чужой лес, чтобы всегда была возможность кого-то гангать. Ну и вообще, в целом, владеть информацией о перемещении. Понятно. Ликвиды пока так и играют. Ну, а Кайпи нужно каким-то образом сейчас подтвердить свое превосходство, свое преимущество, свою доминацию в файтах. Ну, то есть, либо еще раз хорошо подраться, забрать, например, парочку товаров внешних. Тир-2 там еще остались и три штуки. Или же пойти после замеса, опять же, забрать Рошана, взять Аегис. Уже где-то там смотреть варианты для поднятия на хайграун. В общем, артефакт у них, опять же, хороший. Блинки есть. Бон Северн сейчас выйдет в ПФ. Хороший Акс, который может очень многое втанкить, ему очень многое впитать. Ну и неплохие суппорты с шикарнейшим магическим прокастом. Ну вот смог они сейчас использовали. Знают, что где-то там в их лесах запекали. Возможно, противник там и остался. Они абсолютно правы. Абсолютно правы, противник действительно здесь есть. Миркл испугался. Ставится Сентрик. Миркл, нужно спастись. Вот этим ультимейтом он сам себя спалил, конечно. Просто погибает. Синькиг не попадал в Бороустрайк, и можно было пешком уходить. Но он об этом не знал. Он не знал, что больше там за Синькигом продолжения никого не было в ту секунду. Пытается майндконтрол спасти своих тиммейт в счет своего ультимейта и спасает. Шикарная игра. Вот он чудо-персонаж андерлорд, а. Раз в две минуты дарк рифты полетели. Просто полетели. Ну это реально очень круто. Так, пошел переднимакс. Подкопчик. Памтик хантера, но я решил еще и... На всякий случай мотом БМэн отдастся. Очередной фраг. Очередной килл, все это в копилку кайпе. Преимущество растет. Ну хотя, вы знаете, не так-то шибко оно и растет. То, что сейчас они имеют две с половиной тысячи, так это вообще никуда не годится. Это вообще не отражает суть того, что кайпе там доминировали протяжении 20 минут. Ну то есть 24-11 двукратное преимущество по фрагам даже более чем. А, ну преимущество как таково даже нет. Вот сила героя, как баунти хантер, да. Вы можете, опять же, очень много проигрывать, но ты даешь буквально перед несколькими фрагами, перед несколькими сбитыми стриками свои треки, и все преимущество противника, оно просто уходит на нет. Вот, смотрите, Сакрит Релик покупает себе Майнд Контрол. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это Рэйнс от Андерлорда. Ну мы знаем, что персонаж довольно плотный, у него хороший запас здоровья, все-таки силовик. Плюс ко всему он купил себе ВГ и ПТ на силу. Плюс Рейндроп от магического прокаста он спасен, от физического урона он тоже спасается. Способности тоже у него полезные, и плюс ко всему еще и Рэйнс будет приобретать. Ну да, если этого персонажа быстро не стереть, если каким-то образом его не запусят, то в драке он огромное количество урона будет расставаться. Просто пренеприятнейшие герои для того же Син Кинга, Скай Мага, они хороши на врыве, то есть когда врывает Скай Маг и Син Кинг, они короли. После того, как они ворвались, и если вдруг они никого не убили, то внезапно оказывается, что у них очень маленький запас здоровья, и тот же самый Рэйнс их будет просто сжигать. Да, это интересное решение. Не скажу, что это какой-то суперновый айтем билд. Видел я такую сборку и в паблик матчах. Что говоря, больше-то и негде. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, к чему это приведет. Рейтинг все-таки еще нужно и подсобрать. Манта стал только-только появляться в СХЕ. Джаггернаут. Так, что-то собрались сделать кайп. Ну, кайпе надо что-то делать. То есть вот просто фармить невыгодно, потому что и Магнус набирает артефакты. Ну, может быть, и выгодно. Герои не плохие. Рассказ очень быстро забирают Джаггернауту на развороте. Эпицентр, Баунти Ханта разъели, Магнусу тоже, но такой байцеобразный получился на Джаггер, а благо хотя бы Джаггера смогли забрать. Если Джаггер успел раскисовать в своем неслэш, то пиши пропал. А так, вроде, по трекам фраг сделали. Ну, смотрите, казалось бы, да, то есть убили двух героев. Кайпе. А в разнице заработали там чуть больше 300 голды. Очень мало, конечно. Ну, хотя вот еще в их плюс, конечно же, и Тердотар. Ну, опять же, если вдруг у Кайпе пойдут дела не очень-то и здорово, у них всегда будет хороший корчик Гернаут, хороший гора Эмберспирит, который в более поздней стадии игры тоже неплохо будут наваливать. С Эмберспиритом вообще отдельный разговор, как его ловить, когда не появится золотой артефакт, тоже непонятно. Крикимару пытается уйти. Опять поставляется Миркл. Телекинез пытается учить за счет Блингстрайк, дает смокскри, на нем Батлхангер пытается уйти Миркл, он все еще даст на него действовать по несколько секунд, но невозможно выжить. Андерлорд снова пытается сейвить своих тиммейтов, и их пять спасает. Андерлорд. Его величество Майнд Контрол. У нас сразу же порядка, за спиной своих тиммейтов, что сейвит. Он спасет вашу душу. Тут Майнд Контрол. И Рейденс уже появляется. Ну, вы знаете, закрадывается у меня такая мысль, такое подозрение, что вот этот персонаж может, в принципе, эту катку выиграть. Не скажу, что в соло, но при определенных обстоятельствах героя, если этого не запокусить, дать ему еще немного простора. У него шикарный потенциал. Еще и стаки делает себе. Получилось, правда, ладно, пытался. Продолжает фармить, ему дают возможность подфармивать крипов. Это правильно. Майнд Контрол держится сейчас, причем держится он ненамного позади, чем Джаггернаут, Эмбер Спирит. Я напомню, что Джаггер это был соло-мид. Эмбер Спирит в харде всех убивал со своими субпортами. Эмбер Спирит у них не так много. Ну, по сравнению, опять же, с тем же самым Битлорд, Андерлорд. Ну что, Каби, какой-то мув будет интересно. Пока Юшка по АТОБМН находит Джаггернаута. В целом, можно пытаться, опять-таки, через РП его быстро забрать. Боязно, боязно. Вот вижу я в глазах этого Джейш Года, что в прошлый раз они так же с Баунт Хантером долетели, так же пытались убить быстро Джаггернаута, они его забрали, но в ответ минус две жизни. Такого повторять, видимо, не хочется уже. Хотя соблазн убить Джаггернаута, он, конечно, большой. По трекам, но удовольствие. Что и бегает Миркл. Ну, вот тот самый Рикки Мара многострадальный. 3-9-5-9 смертей, конечно. Не так часто встретишь. У этого игрока такое количество управлений в таверну. Он взял себя в один момент в руки, перестал умирать. Начал помогать своим тиммейтам делать фраги, перемещаться по карте. Ну, как результат, появляется Diffusial Blades после непосредственно Яши. Так, опять-таки, находит здесь Баунти Хантера, снова через Агар и через Мистик Флэйер забирает его. Погоня продолжает Сен Кинг, находит Андерлорд. Давайте посмотрим, ассирит ли Андерлорд. Он начинает вязать Тарк Рифт. И... Ну, что успели забрать. А не успели его. Ну, вот так пятером Навальц, конечно, дамы же подать. Без спорта. Какая-то непонятная катка у нас получается. Такая вязка, я бы даже сказал. Вроде бы доминировали, с одной стороны кайпе, а как-то вот подтвердить свое преимущество не получилось. Ввели в один момент очень много. Там порядка 8 тысяч, был на 14-й минуте, а одна неудачная драка, и график вернулся в ноль. И вот с тех пор, с 15-й минуты, вплоть до текущей минуты, текущей секунды, прошло уже 13 минут лишних, а преимущество не выросло кайпе. Они, конечно, обрастают артефактами, но и тем же самым занимаются темликами. Тоже раскачивают своих персонажей. Дефишл Бейдс, вот, пожалуйста, Рикки Мара. Непонятно, пока непонятно. Ну, в один момент, конечно, времени Акс тоже будет не настолько силен, сколько он силен с появлением Блинг Даггера и Блейдмейл. Например, Акс с быстрым Блинг Даггером и Блейдмейлом это, конечно, гроза для любого персонажа. Фактически каждый герой от него будет просто погибать. Но когда время проходит, когда Ликвиды там поднимают своих персонажей по уровню, чуть больше хп становится, лучше выживаемый, соответственно, уже Аксу и не так просто делать какие-то фраги. Уже нужно взручаться поддержкой своих тиммейтов. Вместе только. Ну, с другой стороны, опять же Джиггернаут и Эмберспирит тоже ведь покупают то, что нужно. Появляется Гем, наконец. Есть Блинг Даггер у Бон Севена, так что его было не зацепить. А Матомбе Мэн 10 смертей работает менеджером по развлечениям. Начинает перемещаться по картам, понимает, что там где-то, возможно, Дасты, возможно, Сентри, Смоки, Гемы. Все это его может спалить. Вот, пожалуйста, например, как сейчас. Блинг Сеан просто через Гем его забрал. Ну, с другой стороны, вот такими движениями Матомбе Мэн просто дает информацию. Он может рассказать своим тиммейтам, где находится противник, чем он занимается, какие у него артефакты уже появились. Это очень полезно. Даже ценой собственной жизни можно подарить очень ценную инфу. Так, Акс, между прочим, интересная позиция. Правда, не видите там противник, так, конечно, ворвался в трех героев. Он просто не знает, где им плагается. Выбирает наилучшую точку для атаки Тим Ликвид. Тоже пытаются хоть кого-то найти, но вот был трек, трек, спал. Очень опасен Магнус под Шадоу Блейдом. Купил себе краски для того, чтобы внезапно инициировать. Так, чтобы Кайпи даже не были готовы. Да, но не добившись здесь успеха, Ликвид решили ретиромат, потому что стало слишком опасно. Кайпи давно могли сосредоточить все свои силы в одной точке и уже сами напасть. В миде попытка отцепить КВМ-а и ну вот как-то нужно, да, вот так вот его пытаются через кивер взять и через диффузы, через смокскрин да, смогли убить в то время, как снизу падает Куроки. Так, а что насчет пуш-потенциала? Ну, я бы не сказал, что Джиггернаут лучший пушер, но у него пока манта стайл, только есть иллюзия. С другой стороны, и Ликвидами тоже пушить непросто, но все равно такие Кайпи решили вернуться, потому что по дефу опять-таки цепляют и без шансов Ликвидами снова подставляется и погибает. А то Бомэн пытается унести свои ноги. Ну, кто смог, ушел. Андерлорд, возможно, не смог. Под Вардом его было прекрасно видно, цепляет его через чейный Бон Севен, Скаймак тоже здесь, вот сваливает через ТП. И на Рошана заход от Кайпи. Так, ну, в целом, в целом остается еще реверсполярить у Макнуса. При большом желании можно попытаться быстро на действительного самого Рошана попытаться помешать Кайпи его забрать. Но, вы знаете, 30 секунд еще и за это время возможно Кайпи и Рошана успеют. Может быть, кто-то выиграет время. А то Бомэн выиграть время не сможет. Андерлорд бы смог, кстати. Вот если бы он закинул туда свой барьер, Файр Шторм, это несколько бы испугало Кайпи. Они, возможно, отошли. Но он далековато находится. А то Бомэн снова подставляется. Есть Агр, Бон Севен тоже здесь. Влетел Магнус. Ой, Магнус. Он мне слэш, да еще и он мне слэш через форстаф. Дальше пошел к уроке. В итоге подставился. Ну и Магнус, скорее всего, тоже погибнет. Да, и БКБ прожал минус 3. Очень неудачно. Очень неудачно. Магнус на блинке ворвался прям в чайны. По итогу ничего сделать не смог. Реверсполярить тоже не дал. Просто потому, что невозможно было скастовать. А еще и после неудачного форстафа подставил своего супорта. Да, и в итоге минус 3. И, конечно же, Рошана теперь 100% будут собирать кайп. Ну там бывает такой момент. То есть вот момент, когда Джекернаут кастует на тебя умни слэш. У тебя вот есть такой промежуток, такое окошечко небольшое, в которое ты можешь нажать форстаф и Джекернаут с тобой дальше не прыгнет. Если не ошибаюсь, это именно так работает. Но зачастую все-таки Джекернаут перебрасывается дальше после форстафа. Магнус понадеялся, Магнус попробовал, Магнус и не получилось. Ну что, зная теперь, что у Кайпи есть Аегис. Возможно, ребята захотят сами все-таки попытаться на хайграунд подняться. Все еще им комфортно вполне запирать сер два товара. В общем-то, я не думаю, что ликвиды будут их дефить. Довольно опасно. Конечно, большой соблазн забрать уже сторону целую. На 32-ой минуте. Но вот забирать тоже опасно. Забирать хайграунд это значит куда-то заходить в узкий проход. Выстраиваться в одну вереницу, в одну линеечку. И все это, конечно же, будет выжидать Магнус. И можно так серьезно напороться. Можно так фидануть плотно. Что зачастую некоторые команды играя против таких героев там, да, там Магнус, Энигма, например, Тайтхантер, они стараются как-то вот больше подождать, еще побольше артефактов себе накопить, например, на статы, чтобы точно пережить, например, эту ультимативную способность. Или заставить вынудить противника подраться на нейтральной территории. Может быть, на ганге кого-то поймать. Да, проще стрелять на хайграунд тогда, когда вы сделали минус один или минус два. Мы сейчас подобным будут кайпить. Заниматься Ну и где-то в спину зайдя, опять же, под смоками выцепить того же Магнуса, уничтожить Рикимару и в целом уже можно ничего не бояться. Яша приобретает середний майн-контрол, пытается активно сплитпушить Team Liquid. Ну, в макро, конечно, Liquid'ы должны играть сильнее, но все-таки это профессиональная команда, не крути. Тир один уровень. Капи все-таки уровень пониже будет. Пока все их макро заканчивается сплитпушем в верхней линии. Опять же, герои для сплитпушем может быть не самая удачная. Некого здесь опасаться. Даже если условно то же самое Миркл зайдет с героем Рикимару на хайграунд, могут копировать просто посмеяться и продолжать бить чужих игрок. Что есть Рикимару для пуша? Ничто. Что есть к уроке на рубике для пуша? Тоже то же самое Баунтихантер. Миракл опять поставляет успел так смодскрин дал и ультимейт Сенкинг раскачивает эпицентр ловит чейнами здесь интерспирит Конечная О, а еще и к уроке здесь был год лайк год лайк делает так Вообще конечно были абсолютно все предпосылки у Акса быть замечательным персонажем в этой катке была довольно комфортная линия стоял один на легкой бил крипов имел шикарный крип стат лучший на определенной минуте покупал быстрый вангуар дальше быстрый блинк плейдмэйл траволап бкб убивай не хочу 15 киллов надел такс очень даже неплохо спирит также приобретает все бкб интересное решение весьма и снизу магнус должен ходить об этом паут работает просто эти все бкб не работают против реверс полярити плант я так понимаю ликвид будет в этом и состоять поймать в рп и дальше под пауэром рекимару разрежет людей на это надеяться с другой стороны опять же под ней стал импер спирит как не крути пока бэшка добавила стопов подновили подновили баунти хантер в очередной раз его уничтожили даже боюсь осмотреть на эту страничку по количеству смертей у героев ну да то есть ладно если у суппортов например 12-10 смертей я еще могу понять потому что действительно против таких тонких суппортов очень приятно играть но когда у керри у керри рекимара 11 смертей это же кошмар как такое вывозить вообще цепляет андерлорда мистик флэр тимлика 38-13 еще один фраг и будет уже трехкратное преимущество по кило 5 тут умирает там джекернад в солоску рокер разобрался в общем разваливаются тимлика нижнюю башню сил света атакуют она смотря вот уже трехкратное преимущество прям ровно в три раза больше фрагов делали кайпи ладно все еще не заход на хайграунд все еще кайпи побаиваются ну мы уже поняли чего они побаиваются мы уже понимаем с чем связаны эти опасения чего от чего они хотят себя предостеречь во что они хотят не попасться ну соответственно для этого что они могут сделать например вот мы говорили с вами о том что было бы приятно наверное навязать драку где-то на рожпите подраться на нейтральной территории не на хайграунде у противника сделать парочку минусов потом подняться на хайграунд второй вариант это накупить себе таких слотов, чтобы вас даже через РП не пробили, а пользуясь тем, что вы фармите, ну, просто, где-то на процентов 30 карты больше, чем фармить ваш оппонент, вы это можете делать, можете переформить просто-напросто. Опять-таки, второй вариант. Третий вариант. Пойти, конечно, в наглую, но, опять же, есть опаска. Опаска того, что Магнус-таки взлетит. А потом приземлиться. А потом нажмёт эту кнопку. Обязательно станет худо. Смог. Но вот сейчас скайпи могут дать себе возможности непосредственно. Быстро кого-то уничтожит. Подкоп пошёл от Сен-Кинга. Он просто врезался в Рикки. Манта-стайл. Тут же пытается неплохое решение. Забрасывать в себя негативные эффекты. Пытается спасти. Агро увернулся. Его поджигает. Ну, гем, да. Судя по всему, есть гем. Да, у Сен-Кинга гем. И он, конечно же, гем не отпустит. Ни в коем случае Миркл. По идее, не должен. Там, в теории, мембер спирит это разорвали, а Миркл выживает. Вы знаете, неплохо сыграно. Дальше Акс хватает баунти-хантера. Агрит. Смог-скрин. Очень опасно играет Миркл. Пытается сейвить своего суппорта. Лучше он спасался бы сам. Всё, ещё живёт баунти-хантер. БКП от Акса. Нет, БХ погиб. Акс оторвался от своих тиммейтов сейчас. Пытается улететь через ТП. Сбили ТП. Ладно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А вы знаете, богоподобная серия убийств у Акса. И как же не хочется умирать Акс. Ну, пока не умер. 20 хп, а вот сейчас уже умер. Андерлорд снимает стрик. Тысяча голды! Был бы ещё баунти-хантер. Всё. Это... Пир шестого века был бы в стороне Тимрик. Такой подарок судьбы. Просто минус 2. Два кор-героя погибли с нереальнейшим надворсом. Но, опять же, допускают аж и по кайпе. Как же это опасно. Как же это опасно бегать за этими Рики, за этими Андерлордами. Где-то один зазевался, подставил с минус реперспирит. Оторвался от толпы Акс. И вы тоже разобрали за кайтер. Ну, это... Я не могу сказать, что это, конечно, полноценный какой-то камбэк. Это всё ещё потуги Тимрик как перевернуть в этой игре. Текущий расклад. Но, вы знаете, пока успешно. Пока неплохо. Графики ещё не обновились. Там, конечно, скачок был сразу в минус 2000. Я думаю, будет больше. Где-то до минус 6 должно вернуться. Ну, Манта Стэн. Андерлорд ведь тоже неплохо. Вы знаете, как-то вот в драке, конечно, 5 на 5 Андерлорда пока мы не видим. То есть он неплохо. Он даёт там свои какие-то нюки. Но так, чтобы настоящий битва пошла, где 5 персонажей с одной стороны, 5 персонажей с другой стороны. Андерлорд, красавчик, заходит в файт. Но такого ещё пока не было. И мы ждём. Мы ждём, когда Майнд Контрол раскроет силу этого персонажа. РП пытаются забрать Сент Кинга. Сент Кинг минус. Что по гему? Гем забрал Магнус. Пытается подавить Бон Севну. Бон Севну ходит. Будет лежать к уроке. Куроке ещё и выживает. При всём при этом там драка делится на две части. Или нет? Нет. У нас бегают два инвизора. Ну вы знаете жизнь, конечно, у инвизоров сейчас очень серьёзно облегчается. Всё по одной простой причине, что гемы нет и пытаются разорвать очень быстро Джиггернаута через смокскрин, через Дифьюжл Блейд. Обалдеть. Просто сейчас допускают масса Шиба Каппин. Вот Бон Севн здесь. Здесь также ещё и Акс. Врывается в мир. Плата уничтожается. Наглый задержать этих. Задротов, юнцов нужно было наказывать и убивать, конечно. Ну и Матобо Мэн качественно не спрятался. Ушёл. Никто не подставляется больше. Уже появляется рефрешер у Магнуса. Вот это очень здорово. Вот это прям очень неплохо. Этот Магнус может зарешать. Всё, что ему нужно сделать, это просто не погибнуть в отсутствие байбэка. Первонаперво. Ну, вы знаете, опять 17-41, казалось бы, да? Ну вот счёт должен отражать Текущий расклад на карте. Он должен показываться, что действительно одна команда прям полностью переиграла другую, что вот где-то-где-то уже упадёт троп. Но нет. Нет, мы этого не можем сказать. Потому что в очередной раз каким-то невероятнейшим образом Team Liquid делает камбэк. У них была критическая ситуация на минуте 13-14. У них была критическая ситуация на минуте 38-39. И раз за разом ребята возвращают графики в исходное положение. Какие-то жалкие 4000 в плюсе у Кайпи осталось. По экспириенсу тоже самое откладываться. Минус 20, да. Минус 10. Ну, по экспириенсу уже, наверное, не так важно. Всё-таки ключевые свои 16-е уровни герои уже получили. Ну, я имею в виду кор-герой, да? Потому что я вижу, что у Миркла 18-й, Магнус 22-й, Майн-контрол 19-й. Ну, и там, соответственно, кор-герой у Кайпи тоже самое. 20-е уровни уже имеют. То есть ультимативные способности полученные, а там, что называется, будет решать. Что по экспириенсу это уже это уже не преимущество. Тоже так. Ну, что же, Рошан, между прочим, жив. На Рошана, казалось бы, можно зайти, можно попытаться забрать Аегис. Очень опасно. Теперь ты у Ликвидов гем. Теперь они уже могут все варды противника поломать, расставить свои варды и уже более-менее владеть территорией. Снимание, Рекимару, Сабля, Дифижел Блейдс, Манта Стайл, Драма Фэнджеланс, ПТ. Вот такой вот у него закуп. Ну, мы видели, насколько быстро он расправляется с Джиггернаутом. Если грамотно микрить, то есть, и смокскрин не выпускает за счет Дифижел Блейдс. Аппарат там, БКБ, конечно, появляется. Это уже плохо. БКБ у Джиггернаута, БКБ был уже в Эмперспирито, БКБ есть у Акс. Ну, и на Рошана заходит. Ничего не бояться. Верхняя линия подпушивается, но без героев. По-прежнему Ликвиды еще не знаете. Находится оппонент, что по скану. Скан есть, ребят, скан бы надьюзать. Ой, скан нужно юзать, скан экономить не надо. Сейчас можно было себе очень много информации дать, но вот, да, показывает краски магнус. Ребят, вот они здесь, скорее всего. Таким, это скан. На подходе в Рошпит, здесь стоит Цинкин, где стоит так, что туда взять на спалец. Ну, а на общем, этот момент сейчас пропускает тем ликвид, возможно, они сознательно не хотели тратцент. В ТВ они точно знали, они наверняка сломали центральную башню силы тьмы. Хорошо, а Егису Бонсеу, но Бонсеу, он также появляется еще и Кристалис. Если скучкуется внезапно тем ликвид, конечно, можно неплохие такие слайд офис словить. Погибнуть. Так что, сворует Рубик, сворует Бороустрайк. Куроки с Бороустрайком у нас выиграл один цемес, мы помним, да, возле тиранинга нижнего тиранинга. Выводио. Мы пошли, иллюзия андерлорда. О-о-о-о! О-о-о! Так это же алхимик стайл. Это же андерлорд алхимик стайл. Вау. Это Рэддианс, актеринкор и манта стайл. Это все, это иллюзиями просто флудим, спамим, отправляем их и попробуйте убить вот этого андерлорда. Попробуйте убить эту иллюзию. Магнус внезапно пошел на Скаймага. Быстро попытается его забрать. Есть форстафы. Бон Севен на развороте подставляется Баунти Хантер. Здесь Акс летел под двум героем очень даже неплохо. Скаймага все-таки дорезает. Здесь Миракл. Магнус реверс полярити по трем героям и рефрешили. Тут даже еще реверс полярити. Как это было сыграно. Магнус Магнус как же он быдл. Драка продолжается. Мон Севен пошел дальше. Эмбер Спирит под МКБ. Пытается поломать противника слишком толстый Магнус и слишком толстый андерлорд. Так просто их взять с одним кристаллисом. Мон Севен нужно сматываться до конца. Эмбер Спирит пытается играться. Еще Блинк Даггер еще Слайд Офис каким-то образом выживать. Догоняет Миркул просто уничтожает оппонента. Без байбека Джаггернаут без байбека Сен Кинг и Скаймак Эмбер Спирит может выкупить Сакс тоже здесь но сейчас будет просто падать хайграунд. Боже мой Ликвид выигрывает эту катку. Ровно то о чем мы с вами говорили первые минут 20 когда у Ликвид было плохо. Следующие 20 минут когда у Ликвид было еще ужаснее расклад. Мы говорили о том что ни в коем случае нельзя забывать про наличие Магнуса. Магнус с рефрешером это камбэк это теория идеального замеса и сейчас исполнили эту теорию ребята из темника. Я прям очень доволен. Мне очень нравятся такие моменты когда команда камбэчат за счет вот таких вот ультимативных. Но выдал как царь и бог тут бесспорно. Кто бы ты ни был это не бульба скорее всего это кто-то другой какой-то стенд-ин но играет он с добрым. Чувствую чувствую этот момент когда нужно ворваться когда нужно сказать все резко. А вот теперь уже это полноценный самый настоящий камбэч еще. Ну пожалуйста с минус 11 тысяч до плюс 2. По экспириенсу с минус 20 до опять же по экспириенсу это не так сильно значит. Это уже первые две строчки по надфорсу принадлежат андерлорду и макнусу. По-прежнему еще немного отстает конечно миракл но еще свою задачу он выполняет. Вырезает очень быстро суппортов там если эмберспирт остается без своих ремнантов он также отлавливает убивает диффузы обновил все круто есть блинк тоже довольно мобильный ну и сейчас нужно просто поймать противника на ошибке мы не забываем что байбэков нет убив эмберспирта можно обеспечить себе комфортный заход на хайграунт стоит в исходной позиции наедался все еще нет где-то уже погиб скаймаг это рекимару пострадал здесь акс подставился файршторм получает акс со всех сторон его зажимает тиммейтов рядом просто нет акса кидают акс пытается уйти от БКБ блинк ТП аут и да ну конечно вот этот вот барьер который ставит магнус точнее магнус а андерлорд который сбивает ТПшки БКБ ну это сильно это очень сильно это прям невероятно сильно реально очень жестко смазан центральную башню сил света не моя контроль шар может быть он конечно там для опытных андерлордов которые в паблике поднимают рейтинг он не настолько там супер круто что-то сделал но вот мне как комментатору который не так часто видит андерлорда в доте было приятно понаблюдать что делал майнд контрол в этой игре чем он занимался и как он вообще использовал свои нюки что андерлорд очевидно был болезнен очевидно от него был хороший импакт ну что теперь уже с позиции силы играют темник первым номером поднимаются на хайграунд с нижней линии еще стоит спрятался мерок он готов если что через блинг через смокскрин нападает на кого-то квм тоже занял хорошую позицию чтобы порваться своим эпицентром ну а майнд контрол просто пушит пошел вперед миракл ага кто это у нас это у нас корм это был скаймаг был скаймаг скаймага нет реки должен уходить а то тут подставляется он но мне слэш пошел через мантастам он достал хорош он мне слэш шел просто никуда джаггер еще подрубает боковая просто просто испугался есть да и дау с тем временем эмбер спирит вот может быть дау сейчас поможет почувствовал бкб подрубает магнус есть рп причем имеется в двукратном количестве цепляют тем временем акс влетает сенкинга там пытались подцепиться какие-то выживают залетает магнус рп пока не давал большие проблемы мантконтрол нужно просто жить пытается оттянуть стоит хилинг вар подкоп по двум героям цепляют мотобомена и магнуса андерлорда все-таки смяли между прочим драку выигрывает пока кайпе пытается мотобомен акс нырнул ну на обум пытался просто взять магнуса не получилось пошел в другую сторону и мотобомен сможет спрять ставится сенки поднимает ел там и там где-то реки еще тоже погиб это он здесь затеснился ну а в любом случае драку конечно выигрывают кайпе но страна была потеряна гем вывалился гем сейчас должен подбирать курьер курьер прилетает все здорово да не все так просто в этой карте все-таки и ликвидов удается пробивать ликвиды тоже допускают ошибки правда без одной стороны придется катать сейчас кайпе но тем не менее они пока живы эмбер спирит только-только купив дайдал сразу зарабатывает себе 2500 сверху пойдет ли он в рапиру самый принципиальный самый концептуальный вопрос на данный момент ситуация близится к безнадежной все-таки магнус не давал ни одного рб в этой драке эмбер должен понимать что один замес они все полягут у него не будет пайбэка и игру будет уже не спасти и может быть есть есть смысл купить себе рапир это очень аркадно играет очень отчаянный поступок но какой-то момент удачный слайд офис смогут порешать посмотрим балансе вон пока все еще не хватает денег конечно рановато об этом говорить но просто будем иметь ввиду что такая опция у него санкик вернул себе кем отобраны никогда у него так джаггер тут неплохо мы видели неплохую его сбор все еще если нападает он сам он скорее всего делает фраг если нападают на него через рп и скорее всего убивают его так же то здесь от того кто первый соинициирует будет очень много займись покупать себе голосов также реки мару интересная позиция у кайп теперь подрабатывала сервером посмотрел тут кто-то будет подниматься на хайграунд пойдет фармить эту точку эту точку но ликвиды находились в другой позиции андерлорд приобретает себе еще и шиву да это действительно алхимик стайл еще и шива появилась круто вместо чего армита не хватает просто вангуарда пожалуйста боба андерлорхимик какой-нибудь так назовем его андерлорхимик как пытается подловить бонсен бонсен ушел тем временем медлинию ломают довольно быстро ломают между прочим тимлик здесь тир-3 тавр еще не было потерь юзается глиф и неужели без дефа в сторону теряют кайпе раскручивается эпицентр уроки сбить не успел хотя вроде как хотел пошли влетели на магнусу магнусу умирать нельзя есть рп все еще что дальше рп первая юзает тут же рефрешер на скивере по двойству брп еще и по троим героям дать отличный играт магнуса просто супер было сыграно уничтожает троих четверых пятерых всех уничтожили браво магнусу мне больше нечего добавить магнус ты царь король просто фрей ты умничка ты заверш эту катку ну просто в решающих моментах он реально зарешал просто зарешал он дал два файта которые были переворотными это последний файт и до этого где они большую часть денег отыграли он дал просто реверс полярити по трёму более героев такое дорогие друзья не конкретно такое не выигрывается да ребят ну